Продолжение следует... ...балтийского моря. Вон там вдали корабль виден. Вот какой огромный мост. Дальше видны вон эти мельницы, ветряки. Мы не знаем как, до Копенгагена, чтобы не доезжая сегодня, поближе приблизиться. А утром пока дорога не загружена. Чайки какие. И успеть заехать, найти по навигатору, если Господь позволит, библиотеку. И далее у нас путь в Осло. Сказали, около 100 километров от Осло находится какой-то монастырёк. Не знаю, поедем, найдём ли мы его. В навигатор его не заведёшь. Я подумал, что это те, которые после войны там остались люди в эмиграции. Но сейчас как будто бы проясняется, будто бы это патриарши. И при том, там почти никого нет. По воскресеньям только туда приходят. То есть, сведения очень неточные у нас. Поэтому так вот. А уже из Осло подвигаться к Стокгольму. 28-го мы должны там быть. Вечером отходит паром на Турку. Город. А там нас уже встречать утром-то. Сказали от игумена Никиты. Вот так. Пораньше пришли. Потому что мы не знаем, как, что в дороге будет-то. Придётся, может быть, день-два там подождать. Мы отдохнули, два дня пробыли в Германии. Вот там в замок съездили, посмотрели. Я гляжу, вот эти ветряки-то, они как будто в море стоят-то прямо совсем. Непонятно. Рассуждали тут дань, какую она дань принесла России. Как воевали, приходили. И всё воюют, всё. Думаешь, христиане. И друг против друга. Да мало того, сейчас православное против православных. Сатана-то хохочет. За живот ухватился. Всех перессорил. Вон, дальше показывает. Можешь приблизить, какой мост. Как-то люди умеют тут среди воды жить. Ну и правда, как издалека видели. Ведь реки-то стоят прямо на море. Вообще удивительно, сколько их. Вот тебе и Дания. Я этот сон-то не случайно, наверное, видел. Что-то тут будет. Что будто бы меня без моего согласия женили на дочанке. Сейчас вижу, какие избы-то. Я такие избы и видал. Вот так. Вижу, она в стороне стоит. Кто такая, откуда. Ну, я к ней так и не подошёл. Испугался просто. И говорю, вот тебе на... Смотри, какое море-то. Волны как идут. В Финляндии. Там, я думаю, несколько дней пробудем. Они уже там распределили, где, когда встречаются. Ну и попросим оттуда, чтобы посадили нас через Финский залив на Эстонию. Вот, на боку. Надо прямо на этом, на мосту стоят, сидят чайки. Вон, смотри. Прям посреди моря ветрики. Я не видал ещё такого никогда. Народ по-разному живёт. А там облака или горы. Даши-то непонятно. По-моему, таких гор у них и нету. А? Вот там-то белое, да? Облака. Облака. Да, к этому... Люди, какие чайки. Прямо здесь сидят. Вот. Везде надо работать. Конечно, сравнивать с Германией не приходится. Так, а зашли по-другому. Дороги не огорожены. Это берёзы. Похоже на наши. Как-то ближе это стало. Там всё в другой уровень. Всё запечатано. Так вот. Ну и слава Богу. Находимся рядом с главной библиотекой. Это огромное здание. И сюда ступеньки поднимаются. Здесь главная библиотека. И, видимо, там дальше продолжение. Мы ещё не знаем. Рано приехали. Но вот будем сейчас смотреть, где главный ход. Смотри, там какие мосты. Он туда приблизит. Покажи. Здесь очень много мостов. Набережных. И главное, что везде велосипедисты. Ни одного мотоциклиста нету. И для них специальная дорожка. Специальная дорожка для велосипедистов. Мужчины и женщины всё едут и едут. Прямо ухо. Вот она, она, эта дорожка. А вон велосипедист едет. И он ни одного мотоциклиста, как были в Греции. В Греции, в Италии много мотоциклистов. А здесь много велосипедистов. Вот, пожалуйста. Иногда сзади фонари горят у них. Прямо на велосипедах. Можно здесь пройти и показать, какие это здания покупают. Вот так люди едут. Мы же вещь ещё не знаем. Они сильные датчане. Потому что ногами крутят. Вот. А пирска, они вот стоят. На крыше лопну. А на самом деле ещё лопну. А смотри, как она живёт. Они задвигаются. И они там же стоят перед фонарями. Едут, что-то слушают. Интересно очень. Подвигают. Мы сейчас можем ещё раз не выбрать, но я тоже что-то скажу. И что мы? Ждём. Вон, видно, полиция стоит. Надо туда перебрать. На той стороне, покажи, где полиция стоит. На той, мы знаем, где главный фонд. Пойдём, мы там переходим. Там, например, это... Вверхи, видимо. Покажи, здесь нахуй. Смотри. Так, застынем внимание. Задержим его. Пойдём дальше. И вот это вот, с той стороны. Это улица какая. У нас. Может, где-то встретимся с Сензами, побеседовать придётся. Пока ещё не знаем. Я думаю, сейчас подойти к полиции надо будет. Пока здесь немножко заснять. Я хотел... Можно было сразу на ступеньки подняться, там проверить. А что, что понимать? Там надо сначала уйти. Ещё рано. Ну, самое правильное, это мы сейчас пойдём полегче и спросим. Что, если это велосипедов на кого-то нужно? Поро. Дальше ранорку. Ход, где? Дальше ранорку. Да. В сторону, и в сторону. От этого? Да, в сторону. Где? Какая дверь? Дверь на другую сторону. Подожди. Давай. На другую сторону. На другую сторону. Откуда? Да. Вот так. Я не знаю, что время. Вот так. Посмотри, сколько их велосипедов. Мы еще раз пройдем. И кого-то еще раз спросим. Где-то мы рядом. Тогда полиция нам и не нужна была. Еще и уходим. Скажи, пожалуйста. Где библиотеки? Где? Откуда? Да. Вот здесь. Если. А, что делать. Где-то нет. Где-то не надо. Ее могут тоже. Где-то не надо. Посмотри. Вот тут, видимо, обедают и всякое проще. Вон видно, кирки там где-то ремонтируют Интересно, что Мотоциклистов нету А велосипедисты тучи идут С таями, с таями Значит, они поэтому Более здоровы Смотри, как она мщится, гляди, накручивает Это же она не первый день Я сейчас спрошу, где гавдо Спросим Не знаю, там ее уши заткнуты Она слушает что-то Не знаю Никто нас не ждал здесь Никто нас не звал Никто не приглашал Мы сами, поэтому когда описывают Кто-то где-то по приглашению был Это другой вопрос Его там слез с самолета Автобус встретил, пришли Я вот сейчас читаю воспоминания Четвертая книга Сахарова, отца Кирилла Где его приглашали, были Это совсем другое дело Ну, отстояли на службе, пошли Мы приезжаем с грузом Мы должны вызвать доверие Оставить книги Встретимся с русской диаспорой Где есть Где возможность Где никто нас не ждал Не знает Языка не знаем Русских не найдем Найдем или не найдем Но определенно Вот в Финляндии ждут Сейчас нам нужно В Норвегию Осло Там где-то монастырь Как мы его найдем Не знаем А потом уже Стокгольм Но Стокгольм Это уже Швеция Друзья В кавычках России бывшие Их хорошо знал Петр Первый Ну, а то есть Стокгольм Там забронировали нам место уже Заплатили Игумен Никита Мы еще не знакомы с ним Он этот Отправляется Этот Катамаран Я говорю Пожалуйста Как он разворачивается быстро На одном месте-то Гляди Везде все дучайки Это другая нация А Переход на мосту-то Смотри, как он загружен У них идет Ну, конечно, это не Стамбул Это не Париж Мы легко тут прошли Почти затора не было А вчера Мы шли После Гамбурга Гамбург Едва-едва прошли Больше двух часов Пробки стояли Дергает, дергает Для нашей машины Это Как говорится Молотком по голове Дернешь два метра Проехал Два метра проехал Вот он пошел Вот как оно все Нужно это? Не нужно, говорит А что вы делаете? Едете где-то Ну, давайте сидеть На одном месте Нужно По-старо-брящески Лежало тысячу лет до нас Пусть и дальше лежит Какой вариант-то избирать-то? Я прочитал в Библии Написанное У Амоса 8.11 Что будет время Когда будет жажда Не жажда воды Воды и тут хватает Жажда слышания Слова Божьей От моря и до моря Вот от моря Мы думаем проникнуть Мурманск Баренцево море С обратной стороны Через Турцию Прошли мы Черное море Были в Тихом океане Находка Атлантическом Вот нынче прошли мы Португалия Лиссабон Что могли Где оставили Встретились Русские много Подарили книг Мы едем с подарками Везем божественные книги И евангелия Дарим Библии Для нас нет разницы Кто это Мусульмане Православные Христиане Католики Мы вообще Ничего Это не разбираем Главное Чтобы человек Пожелал Слышать Пожелал Получить подарок Повторяю Мы едем С подарками Ну русские Тех помогают Накормят Особенно Вот мы были В зоне Берги В Германии Валентины Сортисон Там все подходят Помогают Кто не может Бывает В одном месте 20 дали Евро Ну 20 евро Это даже Но это лепто Это лепто А в другом Тоже не очень-то богато Что-то стоят в руки Я посмотрел 500 евро Вот А тут деньги-то берут Тут только заехали в Данию Это стоп После моста Взимают плату за дорогу 38 там 48 евро Это же понятно Какая цена-то Умножить 40 на 5 Это уже За 2000 Заваливает Сразу Ну ничего Пока живы Если мы выйдем В Россию Там попроще будет Тут много машин На барах Литый Бог его знает Женщину спросить Где главный вход Спроси Я ее спрошу Так Сейплис Вээ Хаупдор В библиотеке В библиотеке В библиотеке Хаупдор Вэйдоклад Эйд 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 Вот видите Маленько договорились Кого-то увидим Где-то жестами Где-то как-то Особенно меня Запомнилось Когда мы в Лиссабоне Были Вообще Ничего не знаем Огромный город Где остановиться-то На окне В одном месте Свернули В отрожек Ауфган Как немцы пишут И брат Николай Почему-то решил В этом отрожке Тут остановиться Сидят, видно, пенсионеры Трое Два рядом И один в сторонке С большой собакой Вот Ну что Разговорились Стали говорить Куда Что он по-английски Говорит До того чисто До того Ровно Что каждое слово Понятно Англичанин Так не скажет Поговорили Он расположился Из его телефона У нас был Один телефон Старосты В Лиссабоне Православной церкви Вышли на него Никого там нет Какая-то женщина Получилась Так На нее вышли Она с ним Переговорила По их По-португальски И мы уговорили его И он согласился Дайте ему 20 евро И он тоже сказал 20 евро Мы собирали Собирали Нет У нас разменять Нет У нас пятисотки Он соседу сказал Сосед говорит Богатый живет Он пошел Пятьсотку разменял Ну 20 дали И он сколько Перед нами ехал Это человек Собаку с собой взял В машину Большая собака Я не знаю Это Какой-то Порода там его Там видно будет Где-то Доехал Видимо До конца не знал Зашел в полицейский участок Они показали Тут Несколько домов Не доехали А у них Престольный праздник Ну а тут Мы уже дома Оказалось Перед нами Там был отец Геннадий Фаст Года два назад Рассказывал Они обрадовались Мы только зашли Рядом Где в алтарь ходить Выходят За пивкой Несут просфоры До того Такого тоже Нигде не было Ну просто интересно Мы делимся Самое удивительное Как много Убого добрых людей Покажи Вот пока туда Как идут велосипедисты Это утро Ранее еще Восемь часов И вот они Один за другим Нигде больше Мы этого не видели Ну видимо В Прибалтике Это обычное дело Я знаю А мотоциклисты Это Италия Греция Там просто тучами Сотнями идут И вот там Мы уже побыли Как должно Многое очень Оставили По интернету Вот знакомству Просто Никогда не знали Встретили Жанну Исправникову Во Франции Ее телефоны Заехали 23 лет Девушка Мать белорусская Он француз И на нее Мы сразу У нее интернет Она быстро печатает Связались с Англией Потому что Нам надо было Передать кое-что И сразу передали туда Мы для Лондона Шотландии И Ирландии Полные комплекты книг И за ними Сразу должен заехать Сисинис Андрей Удивительный человек Просто Видно Духовный человек Как он рассуждает Все это Только рожденный Свыше Может так Рассуждать Протестант Когда православные Слышат Когда отзываются Так о протестантах Но они Феодосий сказал Кто чужую веру хвалит Тот Хулит свою Ну я какую веру хвалю Я говорю Человек хороший Он рожденный От слова Божия Дух Святой Его возродил Он другим стал Так Хорошо Я сейчас пойду Возьми-ка Маленько подержи Минуточку Сейчас я Тут я уже Просто Опустил Надо все время Показывать Вот что-то не сказал А что-то сказал Сразу видать Где мы находимся Вот Где есть свои люди Главное думаю Остановка будет Это в Финляндии Ну а далее проехать Мою духовную родину В Латвии Боязнь из-за машины Замещены были Какие-то Опилки Там где Передача Значит что-то Скрипет не так Мы думали заехать В Нижний Новгород Где эти машины Изготавливают Газели Поговорить с конструкторами И все-таки Мы проехали немало Это мы В общей сложности Ездим на ней Шесть месяцев Ну за шесть месяцев Мы проехали Сто четыре тысячи километров За шесть месяцев Так учитывая Что это груз Под семьсот килограмм На другой машине Они бы и не взяли Все удивляются На российской машине И вы рискнули Так Да рискнули Да не правы Но у нас выхода нету Купить не на что Она оказалась дешевая Да еще завышена Там под семьсот Чем-то тысяч Обошлась Ну Как можем Так и делаем Что не так Прости господи Мы-то сами не знаем Опыта брать некуда То что мы делаем Никто этого не делал Нигде этого нет Чтоб человек со своими книгами А то у меня тридцать восемь книг вышло из печати И я их дарю Во всей библиотеке Подарено Было четыреста сорок четыре Ну теперь где-то нынче будет Пятьсот Шестьдесят примерно Библиотек А экземпляров-то всего Тысячу Все кончается Это последний раз За границей нам не бывать Остатки на будущий год Еще где-то раздам Мы Но книги Действуют Они работают Вот это главное Мы уезжаем Они остаются Люди считают Потому что там В каждой книге Около трех тысяч Мест священного писания Святой Библии Ответ на многие-многие вопросы Это только в книгах Отвечая на четыре тысячи Сто двадцать четыре вопроса По разным областям И политикой И все Вот сейчас В интернете выставлен Ролик там сделали Погиб Николай Леонов А я с ним разговаривал Неоднократно И ролики уже были Вконтакте есть Вот теперь Это все по-другому звучит Когда он Говорит что Там воевать Надо защищать Днепропетровск Еще ничего Этой смуты Такой большой не было А я как раз говорю Не надо Говорю Ты погибнешь За пятидесятилетний доживешь И сегодня Говорят Это правительски Пророчески сказано было Я ничего этого не знаю Я в общем говорил Может пророки Видят Я ничего этого не вижу Я знаю что Взявший Меч от меча погибнет Взявший Вынувший из ножен И ведущий Кто в плен Сам пойдет в плен Я эти места цитировал И святых отцов говорил Вот И вот это В Копенгагене И находимся Мы Как Бог даст Побудем Но это как Может быть Венеция На воде Всюду и везде Посмотри Сколько здесь Ну и как всегда Везде тут Пообедать Людям Что было где Вода Фонтальщики Вода Видите как На уровне почти На уровне На самом уровне Сделана Бордюр И она стекает туда И все это В море идет Так Мы почти вплотную Вон идут какие-то С бородой Можно было подойти Это рабочие какие-то Дочане Я уже ни одного Увидел здесь С бородой Не старые люди Ну может быть Это моряки По морской привычке Это как Бог даст Вот они Идут Что-то собирают Тут тоже Может приветствуют Покажи их Когда говорят Кого-то Ты успевай на них Повернуть А ты пропустил Этот момент Надо мгновенно Реагировать Остротой ума Перехватывать Все это Ну а это Надо просить Бога Видишь где Мы могли бы Много ходить Глядеть Как экскурсанты Но мы приехали Не для этого Мы пришли дать Вот видишь Какие кольца Это швартуется Швартуется Какие тут Судно Ездит Они находят Он подошел Смотри Хотел подойти Взять велосипед И увидел меня И отступился Лежит велосипед Он подошел Хотел поднимать его Но глянул на меня И положил его на место Он-то не знал Это Видимо ходят люди Как бомжуют Вот Слава Господу Ну что Пойдем на другую сторону Поближе подойдешь Вот где мы находимся Копенгаген Дания Сегодня 23 июня Это мы поднялись На второй этаж Национальной библиотеки Ну рановато еще нет Но показать Очень удобно Такая улица Посмотрите Сколько велосипедистов Мотоциклиста Только два увидели Видимо Заскочили Вон полицейские Стоят недалеко Я увеличу О ком я говорю Мы пришли Показать им Книги наши Значит Если они Берут Тогда придется идти Вести весь брус Уже Все 36 книг Хотя Книг-то 38 Но двух уже нет Это другая А ц Другие люди И вот видите Какие они здоровые Во-первых Это север Северные уже Вот мы как Заехали сюда И ограждения Нет На поля И все Маленькие-маленькие Фермеры Какие-то небольшие Лохматые лошади Так интересно Но везде поля Видимо Сторняков Протравливают Проездом Топчут пшеницу Как у нас Точно так же Все Пшеница хорошая Видно тут Ячмень Еще не скоро Поспеет А в других местах Вон были Там южнее Во Франции Там уже Все готово К жатве Здесь Поспевает Попозже Море Рядом Вот смотри Сколько велосипедистов Нигде Мы этого не видели А В Греции Там вот таким потоком Да Больше Мотоциклисты Просто Ставили Узкие улицы Там им удобнее И меньше налоги берут Мы узнавали Там где Смотри Это уже В 8-9 час идет Видно на работу Идут Где машины движутся Вот На ту сторону Можешь повернуть И показать Вон Навстречу Встречный поток Велосипедисты Дорога далекая Не ходить По 2 метра Для велосипедистов И они Эти велосипеды Свои ставят И не приковывают Ничего Кое-где маленько Прихвачен цепочкой А в других местах Даже и не трогают А Надо пойти Там Я увидел Женщина сидит Или мужчина За столом Смотри Пишел Вот Мотоциклист Появился Откуда он выскочил Вижу неоднократно Уже сегодня Двух или трех Видел с бородами Такие лет по 30 Мужчины Какие здания Что Нас это не Не интересует Мы не туристы У нас определенная цель Познакомить с нашими Книгами Подарить С русскими Среться Побывать где В храме Ну и все Дальше едем В Осло Оттуда В Стокгольм А из Стокгольма Там уже Хельсинки Где нас ожидают Хорошо Когда где-нибудь Есть А вот Когда нигде Никто не ждет И самому приехать И все это устраивается Это очень непросто Самое сложное В городах больших Это туалет Тем более Если я с собакой Куда вывезти Ну и без собаки Самому негде Ладно поехали Тут нашли Дорогу Ехали И хорошее оборудованное место И туалеты С водой И никого нигде нет Это я увидел такое Первый раз При въезде в Грецию Но там совершенно На пустом месте Но тут-то Не так и пустое Оно уже было Так Ну что Пойдем Посмотрим Смотрите По размеру книги Вот наша книга Вот размер Какой Вот Это в два раза выше В два раза А размер-то какой Вот посмотрите Я попросил разрешение Сейчас проходил Можно ли меня посмотреть Аккуратненько Вот посмотрите Сейчас Минуточку Это какие-то каталоги Так это не просто каталоги Тут годы-то какие Когда смотришь Где-то 100-200 лет Это все от руки написано От руки Люди составляли Почник-то какой Как раз На деньгах Только расписывается А теперь гляньте Сколько Разных Это просто Коротко показать Страница не указана Здесь Хотя не указана Какая-то Это сколько же Правительства Да она вина листами была Представьте Это только одна книга Каталог Значит Нация эта Грамотная Почему Академик Лихачев говорит Исчезут Университеты Института Такой потери Не будет Как с потери Библиотеки И вот сейчас Издают Какие они Книги Пожалуйста Неужели Все это Каталог Отключи Ну а еще Одну Посмотрим Сейчас Открою Я Это Книги Очень сильно Напоминают Старообрядки Что У них Опять Каталог Это Каталог Пожалуйста Ну Раз Не понимаешь Они Для меня Все На одно Лицо Одинаковые Высота Какая И ширина Сравнить С нашей Насколько Больше И от руки Писали Она стоила Эта книга Толого Труд 20 лет Рабочего И вот Посмотреть Сколько у нее Страней Пока Никого нет Маленько Посмотрим Смотри Как Изданная Книга Что У нас Здесь Это Уже Современная Библиотека Норвегия Том Второй Это Уже Где-то Недалеко 1978 Восьмой Год Вроде Да 73 Я даже Не вижу Сколько Это страниц Она Ну Да Главное Они Что Ага Сначала Шли Страницы Ну 800 С лишним А потом Они Еще И Этими Даже Не Разберешь Сколько Это 39 39 Вот Такие Книги Каталоги Значит Это Нация Высоко Культурная Должна Быть Божественная Если Тут Святая Библия Библия Слово Библия Переводится Книги Если Этого Нет То Вопрос Если Дорога Не ведет К храму Зачем Вообще Тогда Дорога Если Библиотека И там Нет Святой Библии И волю Божию Не познают Тогда Зачем Все Это Повторяю Что Мы Находимся Сегодня 23 Июня В Копенгагене Это Господь Так Сделал Что Мы Приехали Погода Хорошая Сейчас Ждем Открытие Библиотеки Узнаем Получится Нас разговор Или нет Видишь Видно Что Старые Но Тут Переклили Я Сам Реставратор Переклетчик И мне Это Очень Дорого Что Люди Так Любят Книги И Вот Это Посмотри Сколько Ящичков Это Видимо Катала Посмотри Ну Да Это Все Ну Это У нас Библиотеки Даже Краевой В Алтайском Крае И там Можно Найти Очень Большие Здания Мы Были В Париже Там Огромные Четыре Здания Ну А здесь Эскалатор Даже Мы ехали Длинный Длинный Эскалатор Поднимать На второй Этаж И там Видимо Третий И там Поднимем Куда Главный Зал Информации И там Подождем Показал Здесь Как Какое Оформление Вон Он Видно Третий Этаж Правильно Третий Этаж Это Вот Копенгаген Как Мы Знакомимся С ним Я знаю Что Кому Что-то Не нравится Вот Делают Что там Ездят Да Делаем Ездим Не Тарханов Михайлович Говорит Да Даем Взятки Потому Что Берут А Как Сидеть Ничего Не Будет Мы Можем Показать Свидетельство В Риме Подалили Папе Франциску Венедикту Нашей книге То есть Мы Где-то Оставляем След А он Читать Будет А это От меня Уже Не Зависит Вы Идите Завите На Брачный Пир А Кто Не Пойдет Кто Голову Разобьет Ну Кажда Своя Миссия Да Хочу Он Папа По-русски Папы Самые Образованные Когда Говорят Что Был Человек Который Знал 78 Языков Это Кардинал Папского Двора Это Исключительно Высокий Уровень У них Образование Даже Не Все Знает Он Во Франции Я считал Чтобы стать Королем Он должен Закончить Четыре Академии Одна из них Должна быть Военная Ну Вот Понятно Тогда И что Интересно Когда Франко Умер То Сказали Если Люди Желающие На это Никто Не знал Что Так Низко Ценится Эта Должность 300 Тысяч Заявок Поступило Но Отсеять Легко Очень Если Сейчас На Патриарха Когда Выбирали Сказали Патриархом Может стать Не так Как Тут Поставили Что Он должен С высшим Образованием Быть Петр Не попал Ян Не попал Апостол Не менее 25 лет Административной Работы Но Ясное Дело Что Туда Не попал Марк Не попал Лука Никто Не попал Туда Еще Добавили Патриархом Может быть Тот Кто Не менее 30 лет Сотрудничал С КГБ Выполнял Их Волю Ну И все Проще Такое Я могу Сказать Я могу Составить Такой Каталог На Патриархе Где Изберут Только Меня Обязательно Сказал Был Патриархе Может быть Избран Только Тот Кто Не Кончал Ни Семинарии Ни Академии Я Подхожу Здесь Который Плохо Слышит Плохо Видит Который Сидел В тюрьмах За Слово Божие Ну И Не менее 40 лет Среди Минимум Трех Кандидатур Как Патриарха Тихона Избирали Это Уже Слово Сказать Просто Здесь И Поэтому Мы Идем Несем Даем А примут Не примут Человек Должен Иметь Выбор А Выбор Это Его Выбор Мэй Кёчоэс Говорят Англичане И Этим Ты Определишь Своё Будущее Вот Так Пойдем Туда К столу Где Зал Информации Вот Мы Уже Сколько Времени Едем По Тоннелю Это Выехали Из Копенгагена Дания 23 Июня Ну Я Говорю Виктор Снимай Ну Пока Он Копался Чего Всё Ещё Идёт Я Сижу И Думаю Сколько Столиц Государств Мы Прошли Какая Мне Больше Всех Понравилась Копенгаген А почему Нет той Загруженности Транспортом Свободно Может быть Нет Хотя Мы Были В центре Мы Сумели Припарковаться В двух Местах Притом Очень Быстро Дальше Главной Библиотеке Нас Приняли Радушно Русский Человек Её Ливерия Звать Она 40 лет Была Говорит Я много Времени Потратил Пока Изучила Язык Пока Всё Это Как Было Вот И Рядом Королевская Библиотека Книги Сейчас Там Отдел Проходит И в Королевской Библиотеке Будут Она На улице Была Печати Никакой Нет Конечно Она Расписалась Ну так Хотя бы Телефон Напишите Она Написала Поговорили Она Подходит Рук Подала И Расстались Очень Хорошо И Меня Удивило Что Нет Здесь Много Ну Увидели Всего Четыре Мотоциклиста За Утром Тучи Идут Иные Привязывают Там Пристегивают А другие Просто Поставили Ушли И вот На сегодняшний День Ну я Так Какой Тут Специалист Но Мне Лично Копенгаген Понравился Больше Всех Ну что В Париже Не провернешься В Стамбул Там Я Под сиденье Готов был Залезти Только Не видеть Вот Ничего Не видать Говорим Едем Пока Как Выйдем Сейчас Увидишь Там Будет Мост Наверное Вот Ну мы Сейчас Сразу Въезжаем В Швецию Эту Да И уходим В Норвегию В Осло Ну оттуда У нас Уже Занаряжено Идти В Стокгольм В шведскую Столицу Где на нас Забронировано Уже место На паром В Хельсинки А оттуда Уже Нас Они Выпроводят В Прибалтику Если Если Конечно Будет Так Как мы Думаем Господь Благословит Пока Мы Все Здоровые Машина Шевелится Едет Дальше Будет видно Вот смотри Море Покажи Со всех сторон Там море Направо Потихоньку Посмотрите Там сколько этих Петриков Приблизи Посмотри Это они Прямо в море Стоят В воде Вот народ Какой трудолюбивый А вон Посмотри Какой мост Дальше Мы по нему Заезжали Сюда Нет Нет Это другой Это другой мост На карте Мы думали Будет паром Какой-то И он налево Посмотри Как это Это все Дания Дания Северный народ Рослый Мужиков Толстых Пузатых Ну немножко Увидели Так А основное Все стройное Высокие И первый раз Я увидел Столько мужчин С бородами То ли это у них Наследственно Или как Ну а женщины Сухонькие Такие И все на велосипедах И видно Что ноги мощные У них Они крутят педали И вот Два метра Дается Для Велосипедистов Рядом С трассой Для машин А потом Уже Тротуар Для людей И у них Даже сзади Сигналы Там На велосипедах Красные Я видел Но видимо Днем Тоже Погасили И так Быстро Едут Шлемы Почти У всех Шлемы Ну вот Видимо Для передвижения Это не между Городами На велосипедах А внутри Города Ну просто Море велосипедов Это здорово Это для здоровья Полезно Экономно Ну и не ждать Нигде И в случае чего Подхватил Перенес Там на себе И все Вот мы сейчас Уходим Это Вослы Норвегия Нордическая нация Какое отношение Это имеет Почему У Гитлера Работали Именно по Нордической нации Считали Что это Настоящие Ориты Какие глаза Руссоволосые Должны быть Ну и все Прочие Качества Видимо Норд Вот это И есть Норвегия Северное государство Сколько там Их этих Понатыкана Витриков Энергию Получают И большие Провода Стоят Как их называют Опоры Для электропередач Много Сейчас Мы заезжаем На мост Можно даже Показать Длину моста Пока Проедем И Продержать Снимай вокруг Будет интересно Удивительно То ли море Высоко Не поднимается Почему у них Заграждения Нет Как мы были В Турции Там На высоту До 10 метров Все Укладывают Огромные глыбы И размытые Проваливаются А здесь Все спокойно Видимо Это фьорды Это как Лиманы Ну Конечно Не лиманы Это Нечто подобное Вот оно Как Никогда Я не думал Быть в Дании И Во сне Однажды Проснулся Надежде Васильевны Жене своей Подруге Жизни И говорю Я сегодня Был в Дании Меня женили Там И говорят Вот твоя жена И вот Видимо Это Ливерия Как раз И есть Такая ласковая Встретила Мы с ней Сфотографировались Еще вчера Въезжали Я говорю Что же тут Меня ждет В Дании Какую дань С нас снимут Ну Замос Сгладили С нас Будь здоров Вчера 38 евро Кажется Вот И сегодня Дай-ка Так же Ну Мост Того наверное Стоит Чтобы посмотреть И заплатить Эти тысячи Смотри Налево Там Или на другой Город Как у нас Новоалтай Маяки Стоят Чтобы На мель Не сели Корабли И они там Ходят По По каналам Даже Это не каналы У них А как бы Естественные Протоки От моря Вот Смотри Какое И движение Это такое Идет И затора Никакого Нет Что мне Тут Понравилось И кого Мы не спросим Про библиотеку Вот были В Париже Махнет Рукой Нет Одна кучка Хлопцев Так примерно Ответили А здесь Все Рассказывают Где Зайти Что И одна Женщина Внизу Стоит Там Где Администрация А я говорю Давай зайдем На второй этаж Со свиктором Николаевичем Савченко Мы поднялись Там Побыли Увидели Большие книги Древние Ну Я их взял В руки Посмотрели Это каталоги Каталоги Там Побыли А там Длинный эскалатор Поднимается На второй этаж Там Третий этаж И оказалось Что рядом Библиотека Это отдел Там Русский отдел У них есть И отдельно Это Королевская библиотека Вообще Чудесно Я сильно К этому Неравнодушен И вот Мы это все Увидели Женщина Которая внизу Стояла Ну обычно Как вот Мы были в Париже Она там Только отмахнулась Ничего не знает А это нет Взяла телефон Вызвонила Повернула К нам Компьютер Монитор Вот посмотрите Вот этот человек Он придет там Через 20 минут С 9 Мы ждем Я взял на грудь Вот это Маленькое Написала нам Надежда Ивановна Пальгуева В каких городах Будем Ну как Небольшие транспаранты Маленькие видно Ну Я говорю Никуда не будем уходить Будем торчать на глазах И она нас будет помнить Так и есть И лежу Она опять звонит Еще маленько Она звонит И еще приходит женщина Женщина Ну лет 50 Наверное Вот это Ливерия Она Где-то из Литвы Из Вильнюса Где-то оттуда Ну я говорю Там все родственники Примерли Уже никого нет И она с нами Стала говорить Ну русская Она совершенно чисто Говорит Но видно Что предложение С такими Литературными словами Она Маленько Притормаживает Приходится ей уже Как бы вспоминать Эти слова 40 лет Человек живет Но она нашла Она нашла Свою работу Именно В национальной библиотеке Тут много было Русских Много Поэтому А журналы даю А сейчас журналы Мало распространяются Они больше В интернетной версии А книгами Она заинтересовалась Я говорю Обязательно Не верю Поднимает паруса Норвежцы Датчане В иерландах Если я не ошибаюсь Петр Первый Учился корабельному делу Там его Настраивали Вот Ну а тут уж Что скажешь Да нет Все еще Идем по этому мосту И там Какой город Я не знаю Может быть Это тоже Относится К этому Городу Копенгагену Ну не знаю Сейчас думаю Тормознут нас Вот И Сгладят с нас Деньги За мост По 30 с лишним евро Ну умножайте на 50 Ну и что получится Даже 40 4 жду 5 20 2 тысячи Ну если разобраться Ну 2 тысячи Это На троих Да груз Да машина Да наверное Не так уж и много будет Я говорю Что мне здесь Именно город Понравился Вот То что он Не загружен Даже что я не был Может что-то и не понравилось И тут же при библиотеке Внизу Там Забегаловка Люди уже заходят И вот кого мы не спросили Около библиотеки Все 100% Ответили Внимательно Откуда зайти Все показали Рядом полиция Я хотел зайти Я обычно обращаюсь Здесь не пришлось Обращаться в полицию Я говорю Давай Виктор смотреть Дверей много Где больше стерто внизу Ногами вышархано Ну и там турникеты работают А в турникет Сразу может 10 человек Забросить за одного поворота Не как-то Она как лепестками Машет Огромный турникет Просто огромный Ну все обдумано Обдумано Что людям было удобно И Там видишь он что у них Я не пойму Там только залив такой Что там черник Это чернеется Камни Волуны Камни Мы сейчас Кажется подойдем Где нас будут Испытывать Есть у нас деньги Или нет Вот видите Какие Кто не видел никогда Ограждение Только съехали 90 километров Бывает 110 130 Показано Вот тут 70 Надо сбавить У них очень строго Наказывают За превышение скорости Очень Строго Я когда считал Нам не выбраться отсюда Вот 30 Это для чего Ага Вон там берут деньги Сейчас пока Никуда не убирай Пока мы не пройдем И не заснимем Это не запрещается Сколько нужно Николай возьмет деньги Заснять надо до конца А нет Так ты мне его дашь Вот сейчас видите Где надо пристраиваться Проведи по всем Какое это место Заплатить Тут они скажут Как видишь сколько Ну тут не так много Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать А у Греции были Там 24 Комнатушки Обычно подъезжаешь Оттуда Автоматически К тебе билетик То есть Сначала твоего пути Но тут После моста Я уже это понял Надо готовить деньги Деньги Евро Платить Где только можно Платите деньги С карточки Не снимайте Потому что наличными У нас больше И Карточка может сгодиться Еще и в Прибалтике Это мы Немножко показали Тем Которые никогда Этого не увидят Вот сейчас Посмотрите Мы поддержаем И этих людей Показывать Шлагбаум упал Перед машиной Да Открой ему потихонечку Смотри Там деньги Что есть Показывай вперед Где Как люди Какие сидят Засними на ту На другую сторону Чтобы видно было Видите Какие номера Вот они подают Но у нас Сглаживается Нас много Почему Потому что Мы идем Как бы Чуть ли не полуавтобус Какой-то Ну и в самом деле У нас повыше Там он показывает Если Мотоцикл Значит 185 Машинешка маленькая 360 Да 6,720 Ну и вон Цены Показывает Где Ну это Они Какие Демократические Их эти Шекели А там Ойра 24 И 6 Ну видимо Столько и взыщут С нас А как бы На велосипеде То только Всего лишь Ну 25 копеек Было бы Вот Мотоциклист Вон Покажи его Какой он сидит Там Вон Посмотри Черный Дай Господи Благослови Евро Сколько Евро Ойра 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 Тихо Сколько Тихо Там не написано Впереди Не Не Понятно Он показывает 49 Ёжа 49 Еще себе Все Вот Посмотри Какой он сидит И он Нашел работу Значит Этот Человек С юга Он Бай Бай Как Говорят Год Блес С юга Бог Да Благословит Вас Вот Мы выезжаем Сейчас Мы уже В Швеции Да Ну да Выпускает Нас В Швецию И Швецию Мы сразу Повернем В Норвегию На Осло Вот Посмотри Тут Эти Вот Ездят Как их Рокеры Вызывает Или кто Машины Там Покажи Сколько Стоит Это Уже Поехали Они Это Место С них Тоже Взяли Ну Поменьше Он Больше Не Возьмет Тут Все Стоит На Учете Швеция Смотри Какие Ну Вот И все Благословен Господь Дарующий Нам Жизнь И продолжение Этого Путешествия Все Кто Содействовал Кто Снабжал Кто Финансировал Кто Кормил Принимал Мы Всем низко Кланяемся Да Воздаст Господь Вечности По Слову Кто Принял Праведника Во имя Праведника Получит Награду Праведника